Красная ленточка перерезана и по маршруту тропа Паустовского смогли совершить велопрогулку немало желающих. Причем бесплатно. Известно, что с 1930 по 1954 годы писатель регулярно жил в Солодче. Прогулки по окрестностям вдохновляли его. Здесь были написаны произведения знаменитого Мещерского цикла. Мы максимально решили приблизить это к его произведениям и как бы представить землякам и нашим гостям книгу на природе. Здоровье плюс знания. На этом пути можно увидеть несколько мест, попавших в произведения Константина Георгиевича. Например, Ларин пруд, Черное озеро Полково, Старое лесничество, Узкоколейку, Сосновый бор и многое другое. На информационных стендах можно прочитать цитаты писателя и понять, что он чувствовал, когда находился здесь. Тропа получилась потрясающая, добрая, красивая, энергичная. Еще раз убедилась, что Константин Георгиевич Полустовский зря нигде не ходил. Он выбрал себе для прогулок действительно потрясающее место. Эта тропа заряжает добром, позитивом, а значит количество добра увеличится в нашем мире. Всех приглашаю на тропу Полустовского. На данный момент промаркированы пять вариантов культурно-оздоровительных туристических маршрутов. Установлены десять информационных стендах. Более развернутую информацию о тропе Полустовского можно услышать в аудио-гиде. Кстати, после велопрогулки собравшиеся обсудили ряд мероприятий по увековечиванию памяти о Константине Полустовском. Олеся Котровская, телекомпания «Город».